здравствуйте меня зовут лена в этом видео хочу показать вам несколько способов крепления страз на ноготках первый ноготок мы инкрустируем стразами полностью в качестве подложки наносим серебристый гель-лак и отправляем в лампу наш гель-лак уже просох теперь мы берем тонкую кисточку и с помощью топа прорисовываем тонкую линию посредине ноготка можно даже не очень тоненькую потому что стразики у нас на этой линии будут достаточно большие и теперь с помощью вот такого карандаша я буду выкладывать стразики на ноготок выложили стразики теперь мы поправляем чтобы линия была ровной и просушиваем первую линию стразиков теперь рисуем топом следующую линию и обязательно промазываем края страз предыдущего ряда чтобы хорошо и закрепить и выкладываем стразы дальше не забываем просушивать каждую линию снова промазываем края предыдущего ряда и прорисовываем линию не забываем закреплять стразы на кончике ногтика а а а а а В следующей линии возьмем стразики меньшего размера. В следующей линии возьмем стразики меньшего размера. По бокам мы выкладываем самые мелкие стразики SS3. В следующей линии возьмем стразики. При таком креплении стразы не теряют блеск, отлично носятся. Главное не забывайте закреплять стразы и просушивать каждый ряд отдельно. И не забудьте закрепить последний ряд. Обязательно закрепляйте крайние стразики. Все линии уже просохли. Если вы использовали топ с липким слоем, обязательно снимите липкий слой. Второй ноготок я взяла с моего предыдущего видео. Мы покрываем топом без ноготок. И выкладываем стразы не на весь ноготок. Я выкладываю стразы разного размера для того, чтобы дизайн смотрелся более интересным. Все стразы мы выложили и отправляем в лампу. Наши стразики вместе с топом уже просохли. Теперь с помощью тонкой кисти аккуратненько обводим вокруг страз. Я рекомендую только обводить вокруг страз, а не покрывать их полностью. Когда вы покрываете стразы полностью, теряются грани страз. Это касается только стеклянных стразиков. И теперь кисточкой распределяем топ по ноготку. Вот такие вот два ноготка у нас получились. Все ваши вопросы оставляйте в комментариях. Я обязательно на них отвечу. Первый слой гель-лака у нас уже просох. Снова берем кисточку. С кириллаком и прорисуем.